И всем привет, друзья! Друзья, вы на канале SkyTopGames, и мы продолжаем экспериментировать в игре под названием Universe Sandbox 2. Друзья, да, как обычно я говорю в сериях Universe Sandbox 2, я редко для вас снимаю различные интересные эксперименты, да и все прочее. То можно только придумать в Universe Sandbox 2, но теперь я буду стараться делать это в два раза чаще, чем обычно. Ну что ж, друзья, всем приятного просмотра. Обязательно перед просмотром советую, как всегда, поставить пальчик вверх, подписаться на канал и нажать колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео. Друзья, в чем заключается мой сегодняшний эксперимент в Universe Sandbox? Я недавно задался такой темой, а что будет, если на Земле растают вдруг все ледники? Вообще, растают, да и вообще, да не будет даже Антарктиды. Насколько мы знаем, Южный полюс и так уже потерял достаточно льда и, блин, на нас действует глобальное климатическое потепление, да, то есть много выбросов сейчас на Земле парниковых газов происходит. И поэтому погода у нас меняется день за днем. Мы не знаем, что будет завтра, что будет сейчас, что будет сегодня, послезавтра. Зимы стали вообще не похожи на зимы, а лето превращается, ну, по крайней мере, в той полосе, в которой я живу. То есть в России у нас активизировались смерчи и ураганы практически каждое лето. Можно наблюдать в различных областях, районах возникновение этих аномальных, как правильно сказать, природных явлений, да, а не аномальных природных явлений. Вот сегодня давайте попробуем сделать так, что будет, если вдруг мы растопим все ледники. Так, нам нужно перемотать время. Сейчас у нас, давай посмотрим, 5 мая, я так понимаю, 2025 года. Только непонятно, почему... Подожди, стой. Почему у нас в Северной Америке в этот период времени все покрыто льдом? Что-то непонятное. Ладно, короче, не суть. Но я знаю одно, что если это произойдет, то это будет катастрофа. То есть многие-многие материки, страны уйдут вообще под воду. То есть могу сказать больше, что под воду уйдет Венеция. Штат Флорида, Майами полностью будет затоплены. И часть Лос-Анджелеса, Сан-Франциско. Также прибрежные страны Балтики точно уйдут под воду. Наши моря, такие как Черное море, да, они увеличатся в размерах. Ну и, конечно же, реки и озера, они тоже увеличатся, что повлечет с собой затопление части суши, где проживают люди. Да, и это будет, конечно же, огромной катастрофой. Как ты мог заметить, я вот буду использовать вот такой вот лазер. Только сейчас мы немножко с вами, наверное, увеличим, вернее, уменьшим мощность. Так, давайте сейчас мы откроем новую симуляцию. Возьмем наша солнечная система. Так, замедляем время. Возвращаемся к нашей Земле. Сейчас мы будем топить все ледники. Весь лед мы с вами сейчас, короче говоря, растопим, да. Вообще, по идее, здесь мы должны в этом симуляторе увидеть, как у нас материки будут заполняться водой. Потому что уровень океана будет повышаться. Так, ну давайте начнем. Начнем мы, конечно же, с Антарктиды. Давайте с Северный полюс. Так, ну что ж, выбираем наши инструменты. Выбираем лазер. Так, я не знаю, что у меня за лазер сейчас выставлен. Мощность 476. 476 ЭВТ. Предустановки автоматические. Так, ну давай попробуем пальнуть. Оп. Самое главное не поджарить. Не поджарить Землю. Сейчас, подожди, мы... Так, как нам выбрать... Открыть панель просмотра. Нет, это не то. Вот. Температура. Вот это вот мне нужно. И сейчас мы будем... Так, что-то слишком... А, вот. Глубина воды. Отлично. Толщина льда здесь можно рассматривать. Прикольно. Так, ну... Подожди, радиус. Вот, надо уменьшить радиус... Нашего лазера. Я так понимаю, да? Смотри, да, точно. И сейчас мы будем смотреть. Так, гуляем мы в Антарктиду. Давай-ка посмотрим. Вот, смотри-ка, здесь... Ой, блин, нифига себе я пальнул. Температура возросла до 1000. Вот в этом месте, куда я только что ударил. 3382 градуса. Блин, ну я не знаю. Давайте попробуем пострелять. Наверное, мощность надо будет все-таки уменьшить. Я думаю, 880 градусов. Давайте радиус лазера 50 километров поставим. Так, и что у нас по температуре? По температуре... 2000 градусов здесь. Нет, мне кажется, это все-таки от первого выстрела лазером. В это место, в эту точку. Но давайте прямо в середину, наверное, куда-нибудь. Ой, по-моему, у нас земля начинает раскаляться. 31 градус, по-моему, на всей планете. Так, что у нас по глубине воды? Непонятно, увеличилась ли здесь вода. Вообще, растаяли ли ледники? Давайте немножко время ускорим. Давайте все это растопим с вами. Так вот, по-быстрому. Нет, все-таки, наверное, подождем. Мощность. Мощность лазера. Наверное, давайте немножко снизим. Немножко снизим до 3,5. Можно даже, наверное, до 1 единицы ВТ. Так, ну, все-таки, да, суша у нас как бы прожигается. Но если быстро поводить лазером, то, в принципе, можно растопить все ледники. Так, почему у нас середина Антарктиды, блин, она не размораживается? Так, ну, посмотри, все льды мы практически уже разморозили лазером, да? И у нас, кстати, видна суша. Здорово. Кстати, скажу больше, даже если растают все ледники в Антарктиде, да, если их все растопить, то ты думаешь, что здесь будет суша? Нет. Все, вся вот эта вот суша, да, вся поверхность, она полностью будет затоплена водой. Я тебе скажу, намного больше. Так, подожди, давай-ка новую симуляцию все-таки откроем. Я немножко поджарил нашу землю. Сейчас мы возвращаемся к нашей земле. И немножко давай замедлим время. Замедляй, замедляй, замедляй. Отлично. Так, выбираем наш супер-пупер лазер. Вот он. Так, мощность. Ага, мощность у нас осталась той же, что я, в принципе, выставил. Вот радиус можно сейчас немножко прибавить. Так, радиус 100 километров. И давай мы сейчас все это будем топить. Наверное, можно даже увеличить. Подожди. Так, мне нужна, мне нужна панель. Панель просмотра. Вот, отлично. Что у нас по температуре? Куда я стрелял? 150 градусов. 600 градусов даже. Посмотри. Но температура падает. Но, по крайней мере, землю я... Землю я не особо подпалил. Ладно, уже лучше. Так, берем наш лазер. Давайте полностью дальше топить весь лед. Отлично. Так, вот мы все это топим. Круто. Белые медведи сейчас просто офонарили от того, что я делаю. Пингвины тоже самое. Так, подожди-ка. Ага, вот так вот. Отлично. Ну, немножко, да, прожег, как обычно, поверхность. Ну, ничего страшного. 300 градусов? Да ладно. Нет, ну, возможно. Но температура... Нет, смотри. Как-то она резко скачет. То 200, то 170, то 170 градусов. Непонятно. Так, высота. Высота мне не нужна. Глубина воды. Толщина льда. Посмотри, да, льда вообще, короче, уже нет. Вот Арктида. Все. Это здорово. Так, давай-ка, куда мы перемещаемся? Африка, понятно. В Африке льдов никаких нет. Там кроме пальмы и обезьян ничего точно не увидишь. Так, ладно, давай радиус берем больше. Давайте в тысячу километров, прикинь. Нифига себе. Давай, обрати внимание на Южный полюс. Что сейчас будет? Вот что сейчас будет, как ты думаешь? Давай попробуем. Смотри. Видал? Блин, я, кажется, поджарил. Что я поджарил? Ой, я поджарил Канаду. Ладно, не суть. Давайте по-быстрому. Вот так. Вот. Надо быстро смотреть. Оп. Все. Ледников больше нет. Льда нет. Ребят, зима наступила. Ой, а весна резко наступила. Посмотри-ка. Оп. Такс. Что у нас там? Подожди, я что-то не пойму. А почему резко замерзает? Что? Да ладно. Почему Россия так резко замерзает? Оп. Кажется, я поджарил ее. Ладно. Так. Стой. Мы ниже не можем опуститься. Толщина льда? Смотри. Вообще льда? Вот, по крайней мере, вот как сейчас написано. Земля. Толщина льда. Льда на земле. Вообще. Нету. Так. Ну, хорошо. Раз нету. Раз нету. Давай посмотрим. О-о-о-о. Посмотри. По-моему, если я не ошибаюсь, то Лос-Анджелес, Сан-Франциско, по-моему, затоплены. По-моему, да. Подтопило. Вроде бы как. Вроде бы как. Так. Но почему-то мне кажется, что вообще там вода высыхает. Блин. Ну, это, наверное, из-за того, что я поджарил немножко землю, да? Так. Состав. Вода. Вода есть на планете. Ладно. Ну, да, и так заметно. Так. Средняя температура 100 градусов. А это я... Ой. Я... Почему? Почему я ее заморозил? Почему? Это от того, что я... Да ладно, не может быть. Я же разморозил все... Вообще, весь лед убрал с земли. Я разморозил все ледники. Почему она замерзает? Непонятно. Ладно. Давай-ка еще раз новую симуляцию проведем. Давай новую симуляцию. Возвращаемся к нашей земле. Катастрофы мирового масштаба. Да. Ааа. Так. Ладно. Хорошо. Ну, давай, как обычно. Начинаем с Антарктиды. Правильно? Правильно. Где наш инструмент и наш лазер? Вот он. Сейчас одним взмахом руки мы все растопим. Белые медведи, поберегитесь. Так. Я опять поджарил. Хорошо. Ладно. Не вопрос. Так. Вот быстро делаем. И вот так. Может мне уменьшить... Слушай, может уменьшить мне все-таки... Мощность 547. Да почему? Я же уменьшал. Давай до 46. Вот так. Ну, подожди. Если... А, все-таки я прожгу землю. Ладно. Давай еще раз проводим. Давай еще раз проводим новую симуляцию. Сейчас мощность, если что, я уменьшу просто-напросто. Так. Ладно. Хорошо. Стой. Давай-давай. Останавливай время. Возвращаемся к нашим белым медведям. К нашим эскимосам. Ладно. Так. Привык я в Space Engine тыкать в эту панель. Так. Берем наш лазер. И мощность. 46 ЭВТ. Так. Немножко поменьше выставлю. Давай все-таки 30-очку, наверное, вот так дадим. А в диаметре... В диаметре можно, в принципе, увеличить. Увеличить. Да. Давай 2000. Во! Смотри. Сразу же просто. Оп. Все. Всего ледников, по-моему, не должно быть. Смотри. Да. Вот смотри. Они тают, по-моему. И тут же замерзают. Да ладно. Так. Ну, если я увеличу мощность. Давайте. Давайте 190. Так. А, все. Да. Их нету. Все. Суша показалась. Отлично. И давайте здесь, с этой стороны, мы сейчас тоже все растопим. Дадим вам весну, лето, как вы хотели. Так. Замечательно. Так. 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 Подожди. Где у нас тут Северная Америка, Канада? Что-то я ее не наблюдаю. Ага. Вот. Все, ребята. Давайте. А теперь посмотрим на данные. На данные. Что у нас по земле? Так. Подожди. Блин. Постоянно открываю эту панель. Она не нужна мне. Так. Температура. Ну, вот, кстати, да. Мощность все-таки лазера я уменьшил. Температура стала, ну, допустим, Антарктиду 77 градусов. То есть, там уже тропики наступили. Так. Льда на земле как такового нет. Глубина воды. Посмотри. Да. Вот. Ты видишь, растет. То есть, уровень океана. Посмотри. Ты видишь? В метрах. Так. Ну, оставляем в метрах. Уже 8 тысяч. 9 тысяч метров. Ну, нифига себе. Так. Посмотри. А вот интересно. Здесь будет видать, как затапливаются прибрежные страны. Подожди, стой. Ну, давай посмотрим. Так. Давай немножко, наверное, ускорим время. Промотаем. Все это промотаем. Так. 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 Отлично. А, посмотри. Блин. Опять лед появляется. Да как так? Откуда тебе взяться? Я устроил катастрофу, блин. Ну-ка, стой. Подожди. По-моему, ничего нифига не изменилось. Так. Ладно. Подожди. Я... Сейчас я попробую еще разок. Давай. Ты что, решил поиграть со мной? А я люблю игры. Давай. Давай. Мы еще раз сейчас все растопим здесь. И не оставим ни черта следа. Чтобы что-то было похожее на лед. Так. Ладно. Давай ускоряем время. Да, уровень океана, кстати, опять уменьшился. Ладно. Хорошо. Тогда... Ну, ты хочешь поиграть с огнем? Давайте тогда напоследок сделаем так. Сейчас мы увеличиваем мощность лазера. Давайте... Это слишком. 594 АВТ. Так. И радиус берем... Давайте 6... Нет, 6 километров. Ватта 20 километров. Тоже мало. Это мне мало. Давайте вот 85, да, уже то. И начнем выжигать всю растительность тогда на земле. Стой. Вот. Вот так. И увеличиваем. Увеличиваем. Нет, это много. Уменьшим. И поехали. Ой. Что это за синий квадрат? А, это... Это взрывы? Это всплески такие? Да ладно. Ты посмотри. Вся растительность должна сейчас прям загореться. В Аргентине, в Бразилии точно. То есть вся Южная Америка сейчас просто полыхает огнем. Простите меня. Так. Подожди, мы можем подпалить океан? Ой, мне кажется, я вообще разогрел землю. Сейчас уже... Мне кажется, она сейчас должна взорваться, блин. Так, что у нас... По температуре на Земле... Температура... Температура средняя 726 градусов. Ого. Ну, включим мощность. Почему бы нам не увеличить мощность, не разогреть планету? Давайте увеличим... Еще, наверное, в 10 раз. 75 тысяч. Сейчас она должна просто испариться. Точно. Начинается просто испарение. И должна она сейчас просто бахнуть. Все. Ее просто разорвало. Разорвало на куске от такой температуры. Я ее прожег насквозь. Так. Кто у нас следующий? Это под конец такое издевательство. Раз мой эксперимент немножко не удался, я сейчас спалю все планеты. Просто все планеты. Давайте. Плутон. Прямо вот с этого расстояния. Подогрев. Готов. Его нету. Сатурн. Давай, газовый гигант. Давай, молись. Молись своему богу. Ну. Ну, солнце, солнце, солнце. Так. Интересно, мы солнце сможем этим лазером подпалить? По-моему, ни черта солнцу... Да, солнцу вообще плевать на это все, что я делаю. Венера. Венера. Ладно, подожди. Я приближусь. Я вас всех уничтожу. Так. Берем наш лазер и поджигаем Венера. О, наконец-то я хоть увидел, что происходит на поверхности этой планеты. Богиня любви, отправляйся, а? Ну все, наверное, ладно. Я думаю, на этом свой дикий эксперимент я закончу, ребят. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписочка на канал. Жмем колокольчик, дабы не пропускать наши новые сумасшедшие эксперименты. Всем пока-пока.